Дирижабли. Изящные и потрясающие летательные аппараты, пик славы которых пришелся на первую половину 20 века. На них возлагали надежды о создании выгодного средства перевозки пассажиров, грузов и просто странствия по нашей прекрасной планете. Лично меня действительно искренне заинтересовал проект по возрождению дирижабли. Команда, которая занимается его реализацией, состоит из инженеров и конструкторов, которые уже имели опыт строительства дирижаблей в СССР. Эти специалисты недавно успешно завершили один масштабный проект и сейчас нацелены на еще более амбициозную задачу – построить производство дирижаблей. Причем весь процесс будет транслироваться в прямом эфире, словно сериал на Netflix. Очень рекомендую. Переходите по ссылке в описании и первом закрепленном комментарии. Уверен, будет интересно. А мы начинаем наше путешествие. Вы можете себе представить черный лес, темное голубое поле, быть может фиолетовый лук? Конечно можно. Все зависит от препаратов, которые нужно принять. Но кроме шуток, для многих исследователей это не просто забава, а полноценная работа, включающая в себя сбор и анализ огромного количества данных. Ведь чтобы всего лишь предположить, какого цвета могут быть растения на других планетах, нужно очень хорошо понимать физиологию растений Земли. Давайте вместе углубим свое понимание растительной жизни вокруг нашего Солнца, чтобы представить, какой она может быть вокруг других звезд. Все разнообразие растительного мира на нашей планете имеет кое-что общее. Это фотосинтез. Происходит это благодаря хлорофилу, способному поглощать кванты света и превращать эту энергию в энергию химических связей для преобразования неорганической формы углерода в органическую. При этом, в качестве своего рода побочного продукта выделяется кислород. Но не это общее свойство растений бросается нам в глаза. В первую очередь, мы замечаем их цвет. Почему подавляющее большинство растений на Земле зеленое? Ответ вроде бы прост и очевиден. Потому что хлорофилл, пигмент, участвующий в фотосинтезе зеленый. Это значит, что данный пигмент поглощает фрагменты сине-фиолетовой и красной части солнечного света, но отражает как раз зеленый участок спектра, который мы и наблюдаем. Но по какой причине растения отражают наиболее доступный для них свет, вместо того, чтобы его поглощать? Все дело в том, что преобразование энергии света в энергию химических связей происходит не в каждой конкретно взятой молекуле хлорофила. Оно происходит в особых объединениях из пигментов и белков, так называемых реакционных центрах. Каждому из таких реакционных центров подходят сотни антенн, занятых улавливанием фотонов света. Но в самом реакционном центре могут использоваться лишь фотоны красного света, ведь именно их испускает наше Солнце в наибольшем количестве. И именно количество фотонов играет решающую роль. Что же касается синих фотонов, они несут больше энергии, чем красные, поэтому когда сине-фиолетовая часть спектра попадает на хлорофилл в комплексе антенны, по мере пути к реакционному центру эта энергия фотона как бы понижается. Зеленый спектр света для большинства растений остается труднодоступным. Но даже из области зеленого провала есть свои исключения. Вспомните незеленые фотосинтезирующие организмы, ведь они на нашей планете имеют достаточно широкий арсенал пигментов, задействованных в фотосинтезе. Как же нам применить эти знания за пределами Солнечной системы? Исследователи тщательно отслеживают всевозможные биосигналы других планет, физические и химические признаки протекания процессов, которые присущи земной жизни. Это могут быть биологически синтезируемые атмосферные газы вроде того же кислорода или особый спектр отраженного от поверхности планеты света, указывающий на наличие специальных фотосинтетических пигментов. Астрономы, анализируя свет, отраженный от далеких планет, могут установить наличие на них воды в жидкой форме. А раз там есть вода и свет какой-нибудь звезды неподалеку, то нет помех протеканию фотосинтеза. Аналогично тому, как растения Земли поглощают красную и сине-фиолетовую часть. Шестое место. Занимает монстр, готовый отправиться к другим планетам, известным под именем Браконидам. Обитает на суше и, в отличие от других, готов выдержать облучение до 1800 грей. По сути, паразитические осы, хоть и изящны по сравнению со шмелем. Вот только они откладывают свои яйца в тела тлей, жуков, короедов, бабочек или их личинок, протыкая тела жертв в огромном яйцекладом, подобно лицехватам. В клетках личинок содержатся вирусы, которые уже миллионы лет помогают этим осам жить в телах других насекомых, не подвергаясь нападкам со стороны иммунной системы хозяев. Хотя Бракониды в большинстве своем занимаются полезными для человечества делами, а именно они паразитируют по большей части на вредителях сельского хозяйства и лесоводства, от этих ос хочется одержаться подальше. Еще бы, ведь Бракониды способны выдержать облучение до 1800 грей. Напомним, что человек неизбежно умирает, получив дозу в 200 раз меньше. Если учесть, что скорость мутации ДНК подскакивает при облучении, можно долго фантазировать на тему того, как будут выглядеть Бракониды атомного будущего, какого они будут размера, и самый главный вопрос, в кого они будут откладывать свои яйца. Надеюсь, мы с вами этого не увидим. Под пятым монстриком скрывается помпейский червь. Обитает в морской воде до плюс 50 градусов по Цельсию. В отличие от антарктического криля, помпейский червь любит погорячее. Когда это животное только открыли, думали, что червь, сидящая в трубочке у подводной горячей струи, в отличие от жителей злополучных помпей, выдерживает температуру воды плюс 60 градусов по Цельсию и даже выше. У помпейского червя есть одна уловка. Пока его хвост находится в горячей воде, голова высовывается из трубки и попадает в поток с температурой всего плюс 22 градусов по Цельсию. Так что, возможно, если нагреть это животное до 60 градусов по Цельсию, не целиком, а только в районе хвоста, оно вполне сможет выжить. Как бы то ни было, по сочетанию давлений и температуры, которые помпейский червь может выдержать, его с чистой совестью можно поместить в список мастеров выживания. И вполне нечто подобное могло бы обитать, например, на планете Той-175, которая находится всего в 35 световых годах от Солнца. Ведь эта планета почти на треть состоит из воды. Кто знает, что там скрывается. Перед нами четвертый представитель суперспособностей под названием Гриллоплодиты или ночные альпинисты. Обитает в ледниках на высоте нескольких километров. Вот только дело в том, что это бескрылое насекомое не так-то просто заметить. Гриллоплодиты лучше всего чувствуют себя при температуре плюс 4 градуса по Цельсию. Если становится холоднее, насекомые прячутся под слоем снега или даже льда в скалах Намибии и Танзании. Питаются Гриллоплодиты трупы насекомых опавшим листьям или другой растительной пищей. Правда, остается загадкой, как они находят еду, учитывая то, что никакие другие насекомые на ледниках не живут. Да и растительность там явно скудная. Но, тем не менее, они успешно справляются в этих суровых условиях. Яйца черного цвета этих насекомых откладывают по одному в почву или мох. Личинки проходят 8 нимфальных стадий развития за период до 7 лет, прежде чем достигнут половой зрелости. А сами насекомые могут прожить до 20 лет, наполненных счастливыми красками успешной жизни. Таким могут похвастаться далеко не каждый человек. Их особенностью считается, что они мало подвержены радиации. Иммунитет этих насекомых мог бы вполне спасти их на Марсе, если бы не другие важные факторы, такие как кислород и пища. Эти рад-тараканы активны в основном ночью, поэтому шансы встретить их случайно равны нулю. А вот и новый питомец под номером 3. Бесстрашный кротокрыс или голый землякок. И если присмотреться, то он действительно без штанишек. Обитает в саваннах Восточной Африки, однако вполне может выжить в местности с низким содержанием кислорода и высоким содержанием углекислого газа в воздухе. Сморщенный карапуз каким-то образом смог достичь практически всех основных целей, которые сейчас стоят перед человечеством, и обошелся при этом без огромного мозга и развитой цивилизации. Дело в том, что семья голого землекопа – царство матриархата, но отнюдь не обитатель толерантности. Размножается в группе из нескольких десятков особей может только главная самка и парочка самцов, которым, видимо, повезло. Голые землекопы не чувствуют боли, они не замечают действия кислоты, и их слизистые не раздражают перец. На зависть медикам и пенсионерам сердца этих грызунов не стареют, и живут они 30 лет, в 10 раз дольше, чем другие животные такого же размера. Землекопы никогда не болеют раком. К тому же эти зверки прекрасно подходят для подземных городов будущего. Они предпочитают вообще никогда не высовываться из нор на поверхность и переносят без потерь отсутствие кислорода длительностью до получаса. Для сравнения, наверное, стоит сказать, что мозг человека погибает после 5-10 минут кислородного голодания, а необратимые изменения в отдельных областях этого органа начинаются уже на второй-третьей минуте такого состояния. Эти существа на самом деле еще те выживальщики. И планета РОС-128b с умеренным климатом вполне могла бы стать хорошим пристанищем для них. Из нашей великолепной шестерки наиболее важным для жизни элементами будут углерод, водород и кислород. Почему? Начнем с углерода. Углерод это вообще важнейший элемент. Недаром наука химия еще со школы подразделяется на органическую химию и неорганическую. Атомы углерода благодаря своим особым свойствам могут образовывать длинные цепочки, кольца и даже сетки с многочисленными крючочками по бокам. Эти крючочки позволяют присоединять другие атомы. Таким образом, получаются очень большие и сложные молекулы, такие как белки и нуклеиновые кислоты, или, скажем, фосфолипиды, из которых построены мембраны, то есть прочные стенки живых клеток. Без таких молекул содержимое живой клетки просто вываливается в окружающую среду, а в таких условиях сосуществовать в мире людей будет сложно. Однако углерод это не единственный элемент с валентностью 4. Есть и другие, например, германий, свинец и олово. Но особенно любопытен кремний. Кремний встречается очень широко. Это десятый по распространенности элемент во Вселенной. Еще в 1894 году немецкий астрофизик Юлиус Шайнер обратил внимание на то, что кремний во многих отношениях похож на углерод и может рассматриваться в качестве основы для альтернативной и неземной жизни. Именно поэтому чаще всего мы представляем себе инопланетную жизнь как непохожую на нашу, что-то вроде инопланетной расы из Звездных войн, Вавилонии 5 или самый жуткий из них масс-эффект Андромеды. Но правда в том, что чужая жизнь может быть похожа на нашу только в том случае, если условия на чужой планете будут похожи. Если там есть воздух из кислорода и азота и жидкая вода. Если там нормальные по нашим понятиям температура и сила тяжести. Но разве это обязательно? Астрономы считают, что из всего обилия планет, а их только в нашей галактике предположительно 2 триллиона, похожих на Землю не более 1%, а остальные совершенно другие. Скажем, на Венере температура в среднем плюс 500 градусов по Цельсию, озера из базальтовой лавы и расплавленного свинца, а с неба капает дождь из концентрированной серной кислоты. На Титане, спутнике Сатурна, температура минус 180 градусов по Цельсию, скалы из водно-аммиачного льда и с неба капает дождь из жидкого метана, который мы называем природный газ, на котором разогреваем консервы по праздникам. А есть и такой тип планет, как углеродный, на которых скалы и камни из алмазов, грязь из мазута и дегтя, а дождь самый натуральный бензин. Может ли выжить человек или иная другая земная жизнь в таких условиях? Это будет непросто. А теперь вернемся к кремнию. Как атом углерода, присоединяя 4 атома водорода, образует метан, так атом кремния, присоединяя 4 атома водорода, образует силан. Силикаты, соли кремния, являются аналогом карбонатов, солей углерода. Наконец, как и углерод, кремний может образовывать длинные цепочки, полимеры. Скажем, углеродные кислородные цепочки образуют одну из пластмасс, полиформальдегид. Точно так же кремниево-кислородные цепочки образуют хорошо известный нам всем силикон, который в некоторых людях в избытке. В общем, тут есть о чем пофантазировать. Наши с вами органические молекулы на основе углерода не переносят высоких температур. При температуре всего лишь плюс 70 градусов человек уже может получить ожог металлическим предметом. Температура плюс 250 градусов по Цельсию станет последним загаром в нашей жизни. А вот соединение кремния к высоким температурам очень устойчиво. Конечно, тут есть и сложности, и серьезные возражения. Например, если диоксид углерода это газ, то диоксид кремния это твердое вещество, кварц, то есть обыкновенный песок. Во всяком случае на поверхности земли. Мы с вами, когда дышим, вдыхаем кислород, а выдыхаем углекислый газ. А если бы мы вдруг и перестроились с углерода на кремний? Тогда выдыхать мы начали бы песок. Он просто забил бы наши легкие за считанные минуты. Мы бы вряд ли выжили. Так что органы дыхания и кислородно-кремниевые формы жизни, если существуют, должны быть устроены совершенно не так. Возражение второе. Экологическое. Если есть организм, который дышит кислородом, а выделяет диоксид кремния, то должен быть и другой организм, который поглощает диоксид кремния, а выделяет кислород по типу, как зеленое растение, которое поглощает углекислый газ и выделяет кислород при фотосинтезе. Иначе такая жизнь долго не просуществует. Что если бы такие вот пожиратели песка оказались вдруг на нашей планете? К счастью, они не едят людей, так как у нас совершенно другая биохимия. Зато с удовольствием полакомится девятиэтажным панельным домом или силикатными кирпичами. И при этом выделяет кислород. Очень много кислорода. Вроде как кислород это хорошо, однако если кислорода в воздухе слишком много, человек пьянеет, что расстроит далеко не всех. Затем вслепнет и в конце концов может даже погибнуть. Но что-то мы увлеклись. На самом деле кремниевая жизнь в наших земных условиях очень маловероятна. Однако на других планетах и при других температурах, в особенности если в атмосфере нет кислорода, такие варианты вполне возможны. Причем формы силиконовой жизни могут оказаться невероятно причудливыми, совершенно не похожими на наше представление о живом вообще. Они могут выглядеть как бесформенные руины камней. Или как сложные сростки кристаллов. Скорость обмена веществ у таких организмов намного меньше нашей, поэтому они медленнее двигаются, если двигаются вообще. Очень долго живут, а если умеют общаться между собой, то одна только фраза «верни долг» могут говорить две недели. Тут понятно сразу, что никто ничего не вернет. Но оставим ленивцев в покое и поговорим чуть подробнее о кислороде и водороде. По отдельности эти два элемента тоже важны, но в сотни раз важнее, когда соединяются вместе, образуя воду. Вода замечательный растворитель, который формирует жидкую среду внутри каждой живой клетки. Благодаря такой среде вещества могут свободно перемещаться. Скажем, молекула ТРНК может, как крохотный грузовичок, тянуть на веревочке молекулу аминекислоты, необходимую для синтеза белка. Заморозьте воду, превратите ее в лед и вся деятельность внутри клетки остановится. Однако вода в жидком состоянии может существовать при нормальном давлении, только в очень небольшом диапазоне температур. От нуля до плюс 100 градусов по Цельсию. А сколько во Вселенной планет, на поверхности которых температура совсем не такая? Да, верно, сотни миллиардов. Вспомните ту же самую Венеру, плюс 500 градусов по Цельсию, Титан, минус 180 градусов, или Плутон, минус 230 градусов по Цельсию. Могут ли там существовать организмы нашего земного типа? Конечно нет. Только если вы не опоссум. А какие тогда могут? Есть ли варианты у экзобиохимии? Да, есть. Например, аммиак, в молекуле которого один атом азота, соединен с тремя атомами водорода. На возможность использования аммиака в качестве заменителя воды в живых организмах на других планетах впервые обратил внимание биолог Джон Холдин в 1954 году. На земле аммиак это газ. Температура кипения аммиака минус 33 градуса по Цельсию. Но на далеких планетах аммиак вполне может быть жидкостью. Жидкий аммиак отличный растворитель, как и вода. Аммиак образует множество соединений, похожих на водные соединения. Скажем, если из воды можно получить метанол, то из аммиака аналогичным образом можно получить метиламин. Рассуждая таким образом, Холдин пришел к выводу, что вполне возможно аммиачные аналоги белков и нуклеиновых кислот. Каким бы был аммиачный инопланетянин? Прежде всего, он жил бы при немыслимо холодных для нас температурах. Скажем, он мог бы дышать азотом, а не кислородом, и пить аммиак, а не воду. Мог бы такой инопланетянин прилететь к нам на Землю. Да, но затея не самая лучшая. Дело в том, что с аммиачным организмом Земля, как для нас Ио, спутник Юпитера, сущий ад, с чудовищно большой температурой и океанами, полными ядовитой кислоты. Обыкновенная вода для такого инопланетянина будет крепчайшей кислотой, страшным ядом, почти как самогон для Хакаири Мусаме. Так что при попытке доставить такой организм в лабораторию, он бы просто сгорел. Да, и пожать щупальцу такому гостю у вас не получилось бы. От вашей ладони он получил бы страшный ожог. Еще одна из биохимических альтернативных моделей всерьез рассматривает замену воды этанолом. Этанол по многим своим свойствам схож с водой. В частности, это прекрасный растворитель. Он не такой активный, как вода и не позволяет обеспечивать такой же в точности быстрый обмен веществ. Зато позволяет образовывать такие твердые химические соединения, которые в воде растворились бы. Смог бы представитель кремниевоэтаноловой жизни прилететь на Землю. Да, более-менее комфортно он чувствовал бы себя только в Антарктиде или в Сибири зимой, чтобы мороз был градусов под 80. Но температура это не самое плохое. Наши вода и водяной пар в атмосфере были бы для него смертельно опасны. Скажем, при попадании жидкой воды на конечность начала бы с невероятной скоростью разрушаться. Некоторые исследователи в качестве основы инопланетной жизни предложили и вовсе экзотическую группу веществ, так называемые гидриды бора. Оказывается, при определенных условиях эти вещества могут образовывать сложные структуры, аналогичные этану, метану или даже бензолу. Возникновение такой жизни очень маловероятно по причине низкой распространенности этих веществ во Вселенной. Но все-таки если бы такой инопланетянин прилетел на Землю, то не поверите, он взорвался бы как новогодняя петарда. Да, химия сложная штука. Скажем, газ, хлор невероятно ядовит и химически активен. Но стоит соединить его щелочным металлом-натрием и получается совершенно безвредная кухонная соль, которую каждый человек использует на кухне. Вот и гидриды бора в условиях восстановительной атмосферы спокойны, стабильны и могут формировать сложные молекулы, особенно при очень низких температурах. Но при контакте с кислородом или водой тут же воспламеняется или взрывается в самый неподходящий момент. Да, экзобиохимия очень молодая и исключительно интересная наука. Какими могут быть живые организмы на других планетах? На самом деле бесконечно разными, совершенно не обязательно похожими на нас и вообще на любой другой организм, существующий на Земле. А ведь мы просто заменяли один химический элемент на другой и получили бесчисленное число организмов, приспособленных к самым, казалось бы, нереальным условиям существования. И в это время начинаешь осознавать, что контакт с такими существами из-за разной биохимии может быть смертельно опасен и даже невозможен в принципе. Однако есть еще одна теория на этот счет. Жизнь с альтернативной биохимией, например, кремниево-кислородно-железная, вполне могла бы существовать здесь, на Земле. Точнее, под землей. На глубине в тысячу километров, при температурах в тысячу градусов. Глубоко под нашими ногами могут оказаться целые экосистемы, состоящие из самых разных организмов. Возможно, что некоторые из них даже разумны. Сперва, такая теория кажется немыслимой фантастикой. Но что, если это кажется правдой? Все, о чем мы говорили с вами, может оказаться правдой, если не на Земле, то в мирах других систем точно. Итак, начнем наше путешествие и перенесемся на 5 миллиардов лет назад. Нашему взору представляют лишь только что родившееся Солнце, окруженное протопланетной пылью. Промотаем ленту времени немного вперед. Мы заметим миллиарды кружащихся вокруг Солнца камней, которые путем аккреции стягиваются вместе. Пройдут миллионы лет, и эти камни станут планетами, вращающимися вокруг Солнца. 4 миллиарда 540 миллионов лет назад появится на свет наш дом, наша планета. С этого момента начнется самый древний этап жизни в истории Земли, Архий, или Архийская эра. Удивительно, но на заре времен жизнь на нашей планете больше похожа на ее гибель. Твердой суши почти нет, вместо нее огненное море расплавленной породы. Вместо воздуха углекислый газ, водяной пар, азот, сера, аммиак и другие непригодные пока что для дыхания вещества. Зато именно в это время формируются залежи серы, никеля, железа, которые так важны сейчас для жизни человека. Уровень радиации в то время был достаточно высок, а температура доходила до 80 градусов по Цельсию. Интересно, но в свое время, в средневековой философии, считалось, что возраст Земли не менее 6000 лет. Только к началу 19 века геологи начали догадываться, что наша планета настоящая старушка. В этом им помогла Южная Африка. В одном из ее районов сохранились останки древнейшей континентальной плиты. Вооружившись данными о скорости остывания материалов, идея о том, что Земля изначально была расплавленным шаром и многими годами потраченными на расчеты, физик и механик Лорд Кельвин в 19 веке сделал вывод о том, что Земля, скорее всего, от 20 до 40 миллионов лет. Это был большой прогресс. Но для геологов-практиков даже эта цифра показалась слишком маленькой. Неизвестно, как долго бы наука пребывала в сомнениях, если бы к молодому ученому Эрнесту Резерфорду не пришло понимание того, что внутри нашей планеты находятся радиоактивные элементы. Все они создают большое количество тепла. Это в корне подрывало расчеты Кельвина, ведь выяснилось, что Земля не остывала постепенно, а наоборот, в ней сокрыты постоянные источники тепла. Но главное, распад радиоактивных элементов позволил рассчитать точный возраст Земли. Ну а давайте вернемся в архи. Считается, что в это время Земля столкнулась с массивным космическим объектом. В итоге врезавшееся тело, а точнее то, что от него осталось, оказалось на околоземной орбите. Таким образом образовалась протолуна, ставшая впоследствии нашим естественным спутником. Сейчас она находится примерно в 400 тысячах километров от нас. Тогда же она была всего в 22 тысяч километров. Можно только представить, какой вид открывался с Земли по ночам. Увы, этими красотами не суждено было насладиться никому. Более того, из близкого ее расположения на Земле бушевали океаны, и волны достигали от нескольких десятков до сотен метров. Но это не все последствия удара. Резко увеличилась земная скорость вращения и наклон ее оси. Впрочем, есть и другие версии возникновения Луны. Согласно одной из них, Луна делилась от Земли в виде магматического сгустка под действием центробежных сил, а также альтернативная теория захвата предполагает существование Луны как отдельной платоземалий, захваченной гравитационным полем Земли. И, наконец, теория совместного формирования предполагает одновременное формирование Земли и Луны из единого массива мелких обломков породы. Как бы там ни было, Луна плоская или нет, но она на месте. И это играет огромную роль для жизни на Земле. В то далекое время, по мере постепенного охлаждения нашей планеты, вода из атмосферы конденсировалась, проливаясь обильными дождями. Сперва на Земле появились небольшие водоемы в низинах. Вода в них была еще очень горячей и кислой. Состав ее был во многом похож на современные гейзеры, не самые лучшие условия. Но именно здесь, с большей долей вероятности, в этом так называемом первичном бульоне, первые анаэробные, не нуждающиеся в кислороде микроорганизмы. Особенностью их было то, что они не умели никак передвигаться, и для жизни им необходим был субстрат, место обитания, где они могли бы жить без стресса и депрессий. Биосфера того периода представляла собой тоненькую слизистую пленку на дне прибрежной зоны все еще горячего и кислого океана. Но и в глубинах океана рядом с жерлами вулканов появилась жизнь в виде хемосинтезирующих бактерий, которые не нужен был свет. Энергию они получали в результате химических реакций соединения серы и железа. Этот вид бактерий встречается и по сей день в глубинах океана, рядом с так называемыми черными курильщиками или гидротермальными источниками. Средой обитания данных бактерий также является почва, сточные воды и субстраты, богатые определенными химическими соединениями. 3 миллиарда 800 миллионов лет назад. Земля полностью покрыта водой, но если приглядеться, можно увидеть крошечные острова. Это расплавленная горная порода, вулканами прорывающиеся через океан. Со временем такая лава остынет, образуя вулканические острова. Позже они соединятся, сформировав первые континенты, атмосфера станет более разреженной, а солнце еще увеличится в размере. Ширина прибрежной зоны, населенной бактериями, будет постепенно расширяться, и к концу архейского периода она уже представляет собой узкую полосу вдоль берегов, а также отдельные островки в глубинах океана возле активных вулканов. Особенностью этого периода был также дефицит реагентов и отсутствие падальщиков, которые бы перерабатывали погибшие микроорганизмы. Вместо этого они падали и скапливались в углублениях на дне океана. Спустя сотни миллионов лет на месте этих скоплений образовались залежи нефти, где именно в целях безопасности об этом лучше промолчать. 3 миллиарда 500 миллионов лет назад. Если мы посмотрим на мелководную зону океана, то увидим под водой нечто напоминающее камни. На самом деле это ценно-бактериальные сообщества, представляющие собой конгломераты живых бактерий. Останки этих матов называют строматолитами. На первый взгляд это просто скалы. Немного похожи на гигантские грибы или шары, но в целом ничего необычного. Камни как камни. Но они живые. Это самые древние обитатели нашей планеты. Впрочем, не факт, что вам посчастливится их лицезреть. Живые камни находятся лишь там, где нет желающих ими полакомиться, а таких места очень мало. Однако из них, например, находится на соленом мелководье Атлантического побережья Багамских островов. Другое у берегов Западной Австралии в так называемой Акульей бухте Shark Bay. Как бы это странно не звучало, но камням надо дышать и получать солнечные лучи, поэтому расти они могут только в мелководных зонах или напротив, опресненных. А также там, где солевые потоки периодически сменяются пресными и по каким-то причинам не имеет внешних хищников, которые бы не питались камнями. При этом останки таких, но куда более древних организмов обнаружены по всему миру. В то время, когда они были в начале времен, в атмосфере все еще не было кислорода. Но, как вы понимаете, долго такое не могло продолжаться. Состав атмосферы стал постепенно меняться. Архийские отложения в океанах уже содержат так называемые джеспелиты или полощатые железные руды, представляющие собой чередование бедных и богатых окислами железослоев. Начало образования железных руд этого типа знаменует собой появление достаточно мощного источника молекулярного кислорода, каковым могли быть только фотосинтезирующие организмы. Неуклонно выделяя свободный молекулярный кислород на протяжении миллионов лет, бактерии меняли планету. Сначала выделенный кислород окисял минералы в морской воде, образовывая джеспелиты. Около колоний бактерий стали образовываться области, насыщенные кислородом, а потом он начал выделяться и в атмосферу. Но последствия не заставили себя ждать, и примерно 2,5 миллиарда лет назад, уже в протирозойскую эру, кислород создал условия для развития современной нам жизни, или как их еще называют сине-зеленые водоросли, стали первыми получать энергию от фотосинтеза и производить кислород. Это и стало причиной исчезновения почти всей жизни до кислородного периода. Ко всему прочему, именно свободный атмосферный кислород, причиной периода Гуронского оледенения. Атмосфера Земли в этот период содержала большое количество парникового газа, метана. В присутствии кислорода он быстро окислялся с образованием углекислого газа и воды. Снижение концентрации метана в атмосфере и привело к быстрому снижению температуры на планете и самому масштабному ледниковому периоду, длившегося около 300 миллионов лет. Но несмотря на холод, жизнь продолжала развиваться. Живые организмы продолжали концентрироваться в прибрежные зоны у экваторов. Но на суше начали происходить по-своему интересные события. Формировались континенты, залежи железных руд и новые пласты горных пород. Постепенно облик нашей планеты менялся от бесконечного ледника, больше напоминающих современный Марс. К счастью для нас, солнце становилось все ярче и теплее. И в конце концов ледники отступили. 540 миллионов лет назад началось время явной жизни, или фонерозой, продолжающейся и в наши дни. Он известен как период бурного развития видов, так и период огромного их вымирания. А что же было с землей в то время? В начале Палеозойской эры часть суши была объединена в огромный суперматерик, располагавшийся в южном полушарии площадью более 100 миллионов квадратных километров. Он объединял в себе Африку, Южную Америку, Антрактиду, Австралию, Новую Зеландию и некоторые другие территории. Также имелись другие материки в экваториальной зоне и небольшие острова. Примерно 440 миллионов лет назад эти материки были все еще безжизненными. Наземные территории медленно захватывали лишь простые мхи и лишайники. А в океанских водах развивались водоросли, моллюски и членистоногие. В начале селура в районах близ воды в экваториальной зоне начинают появляться первые растения, а у членостоногих отмечается образование легочной ткани. Кроме того, у позвоночных формируется кем-то или чем-то костный скелет и воспринимающие органы чувств. Также на данном этапе образуются климатические зоны и горы. Следующим наступал Дивонский период. Это примерно 418 миллионов лет назад. Этот этап отмечается развитием леса. Водные просторы напоминают уже костные и хрящевые представители, а также амфибии, которые могли жить и на суше. В эту пору каким-то образом появились и разнообразные насекомые, которых сейчас не счесть. Карбон или каменоугольный период, продолжавшийся с 353 до 290 миллионов лет назад. Мы обязаны ему тем, что именно в этот период начали образовываться залежи каменного угля, который по сей день имеет большое значение в промышленности. Все потому, что в карбон не было еще организмов, которые бы разлагали древесину. Поэтому массивные стволы древовидных папоротников, отжив свой век, не сгнивали, а оставались лежать. В это время впервые за всю историю нашей планеты на ее поверхности развивается обширный растительный покров. Растения достигали 20-30 метров высоту. Росли плотными массивами, создавая влажный тропический климат. Здесь уже летают гигантские меганевры или стыкозаподобные насекомые и ползают метровые многоножки, на которые не хотелось бы наступить. Гигантизм насекомых и животных в ту древнюю эпоху связывают с высокой концентрацией кислорода в атмосфере. Суша становится миром тропических болот. Например, болото Акифенокии, что в переводе с индийского означает «колышающаяся земля», считается современным аналогом болот, которые существовали на земле в ту эпоху. Пермский период. Наконец-то наблюдается возникновение пресмыкающихся и так называемой терапсиды, не путать с псинами, являющиеся предками млекопитающих. Из-за все еще высокой температуры на поверхности появились пустыни. Но и среди них смогли выжить папоротники и хвойные культуры. Пермский период закончился самым массовым вымиранием за все время многоклеточной жизни. Причины выдвигает самые разнообразные. Одной из распространенной и более вероятной является падение астероида на планету, который разбудил большое количество вулканов. Извержения пепла и выбросы диоксида серы из их жерл были способны достигать стратосферы и блокировать солнечный свет. Как следствие, длительная вулканическая зима способствовала массовому вымиранию. В любом случае, за трагедией Триасовый период уже Мезозойской эры быстро компенсировал потери и более того вывел жизнь на новый уровень. Впервые за историю земли умеренные широты выросли лесами. В морях и океанах также произошла революция. Разрастание сине-зеленых водорослей, разнообразие рыб, моллюсков, членистоногих, миграции их в более глубокие подводные слои. Мировой океан стал приобретать современный вид. Мезозойская эра продлилась вперед с 250 до 66 миллионов лет назад. Она включала в себя три периода – Триасовый, Юрский и Меловой. Да, именно в это время жили одни из популярных древних животных – динозавры. Начинают появляться покрытосеменные растения и прародители птиц, а суша начинает делиться на континенты. К концу Мелового периода земля уже была похожа на современную. Покрытосеменные стали господствующей группой растений. Под руководством или нет, шло активным ходом развития высших млекопитающих и настоящих птиц. До сих пор подлинно неизвестно, что стало истинной причиной вымирания динозавров. В качестве виновников называют огромный астероид, глобальное похолодание или всемирный потоп. В любом случае гигантские ящери исчезли, освобождая место для дальнейшего развития млекопитающих. В конце концов, эволюция или сотворение привела к возникновению уникального вида – хомо сапиенс, нас с вами. Для уточнения, мы живем в кайнозойскую эру, в период антропогена. То, как развивалась жизнь, без сомнения, очень важно и ценно для нас. Ведь это наша с вами история. Можно сказать, наша жизнь – результат всего того, что происходило с Землей и на ней. А нынешняя эра – будем надеяться, что это очередной этап в ее развитии, к более лучшей и развитой жизни. Важно знать, понимать и ценить былое. Думать о нашей деятельности сейчас. Ведь она напрямую влияет на будущее всей планеты. Вопрос о том, одиноко ли человечество в бескрайних космических просторах волнует наш род с тех пор, как мы впервые взглянули на звездное небо. Может быть, где-то там, далеко, на орбите некоторых из них, есть живые миры? Погружаясь в глубины космоса, исследуя научные, философские и культурные основы, мы попытаемся сегодня понять, что заставляет людей думать, что они не одиноки во Вселенной. И почему поиски внеземной жизни волнуют не только писателей-фантастов и ученых, но и обычных обывателей, как мы с вами? На самом деле, концентрация на этом обусловлена целым рядом факторов, начиная с астрономического количества звезд и планет, и заканчивая древними преданиями, плетенными в нашу коллективную историю. Это сложно объяснить, но что-то подсказывает нам, что где-то там должны существовать другие разумные формы жизни. Быть может, кремниевая или синтетическая жизнь, на базе метана или другие биохимические варианты. Да, их физические особенности, мышление, коммуникации и методы размножения для нас останется загадкой, еще, наверное, очень долго. Однако, несмотря на отсутствие подтвержденных внеземных контактов, вера в наших межзвездных соседей остается резонансной и всепроникающей чертой человеческого бытия. В разных культурах, поколениях и цивилизациях необъяснимость космоса вызывала общее чувство удивления, а также подозрения, что в нем должно быть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Ведь, по сути, человечество на сегодняшний день рассмотрело лишь каплю в море космоса. И продолжая исследовать этот вопрос, можно прийти к выводу, что есть достаточно причин, по которым люди считают, что они не одиноки во Вселенной. Во-первых, это, конечно же, масштабы нашего огромного мира. Вселенная непостижимо огромна, а может быть даже бесконечна. В ней миллиарды галактик, каждый из которых содержит миллиарды звезд. А количество планет во Вселенной почти непостижимо. Даже в нашей собственной галактике Млечный Путь, по оценкам, насчитывается до миллиарда планет. Здесь даже и Старфилд бессилен. Все просто. Закон больших чисел говорит о том, что при таком количестве возможностей для возникновения жизни статистически маловероятно, чтобы Земля была единственным местом, где она есть. И наверняка даже простейший гуманоид ждет своего открытия. Во-вторых, в последние десятилетия были обнаружены тысячи экзопланет. Планет за пределами Солнечной системы, некоторые из которых находятся в так называемой зоне обитаемости своих звезд. Зоне, где температура и другие условия позволяют существованию жидкой воды. А достижения в области астрономии и астрофизики выявили возможность существования пригодных для жизни условий на лунах и планетах в пределах Солнечной системы. Такие, как подповерхностные океаны на луне Юпитера, Европе и луне Сатурна, Энцеладе. Более того, вода может быть и не главным фактором, поскольку жизнь может развиваться иначе. И какой-нибудь совершенно случайный сухопутный Ихтиандр мог мутировать до неузнаваемости. В-третьих, это разнообразие жизни на самой Земле. Например, открытие экстрамофилов – организмов, способных выжить в экстремальных условиях, кроме Воркуты, расширило диапазон сред, в которых может существовать жизнь. Это могут быть самые экстремальные и разнообразные условия – от глубоководных гидротермальных до кислотных горячих источников, от холодных тундр до сухих и жарких пустынь. Такая устойчивость и адаптация к жизни на нашей планете позволяет предположить, что жизнь может закрепиться и в других условиях. Именно поэтому у нас появилась астробиология – научная дисциплина, рассматривающая возможность появления эволюции и сохранения жизни на других планетах во Вселенной. А в решении некоторых задач астробиология тесно соприкасается космической биологией и космической медициной, возникшими в связи с активным проникновением человека в космическое пространство. В-четвертых, органические молекулы, являющиеся строительными блоками жизни, были найдены на кометах, астероидах, пылевых и газовых облаках космоса. Эти открытия указывают на то, что основные ингредиенты для жизни не являются уникальными для Земли и по сути широко распространены в космосе. Хотя обнаружение органических молекул само по себе не является доказательством существования жизни, однако оно поддерживает гипотезу о том, что органические молекулы могут формироваться в космическом пространстве и затем попадать на планеты и их спутники, где условия могут быть благоприятными для возникновения и развития жизни. В частности, на комете Чурюмова-Герасименко были обнаружены сложные органические молекулы, такие как эзотистые основания. Это открытие может указывать на то, что кометы могут играть роль в распространении органических молекул и, возможно, даже простейших форм жизни в Солнечной системе и за ее пределами. А простейшие формы могут сложиться со временем в нечто покрупнее, адаптируясь к новым условиям. Тем не менее, для того, чтобы сделать вывод о существовании жизни на основе обнаружения органических молекул, необходимо найти доказательства биологической активности, такие как следы метаболизма, биохимические циклы или хотя бы окаменелые останки инопланетяшек. На данный момент таких доказательств, к сожалению, не обнаружено. Но мы не теряем надежды. В-пятых, законы физики и химии жизни, как мы их понимаем, действуют во всей Вселенной. Учитывая одинаковые элементы, одинаковые строительные блоки и одинаковые правила, кажется вероятным, что процессы, которые привели к появлению жизни на Земле, происходили и в других местах. В-шестых, вера в жизнь на других планетах дает нам шанс построить свой дом где-то далеко, вне Земли. Поскольку, возможно, через несколько десятилетий или сотен лет, человечество, если не самоликвидируется, то, вероятно, столкнется с такими проблемами, как перенаселение, изменение климата, ограниченность ресурсов и другие непредсказуемые сложности, то идея поиска других пригодных для жизни миров становится все более привлекательной. То есть, выявление планет, на которых может существовать жизнь человека. Это на самом деле большой шаг к возможной колонизации других миров в будущем. А это прекрасный стимул продолжать технологически развиваться и дальше. Из всего этого вытекает седьмая причина. Поиск внеземной жизни стимулирует развитие технологий и инноваций. Разработка новых космических аппаратов, приборов и методов анализа данных не только помогает в этом поиске, но и способствует прогрессу в других областях науки и промышленности. К слову, исследователи проекта Сети используют мощные телескопы для поиска сигналов от других внеземных цивилизаций. Хотя до сих пор не было обнаружено никаких однозначных признаков, сам поиск укрепляет идею и о том, что в далеких системах могут существовать другие, развитые виды цивилизации, возможно, многогранно превышающие по технологиям нашу. Просто они очень скромны. В-восьмых, мы, конечно же, не можем обойти стороной многочисленные сообщения о встречах с НЛО и утверждения о контактах с внеземными цивилизациями. Вполне возможно, что кого-то из вас уже похищали пришельцы, но, выслушав вашу непростую историю жизни, вернули обратно. Да, конечно, в действительности все эти сообщения не имеют подтвержденных научных доказательств, но все же они побуждают некоторых людей верить в возможность существования разумных форм жизни, посещающих Землю из далекого космоса. Более того, популярная культура оказала большое влияние на этот феномен. Фильмы, книги и даже детские новеллы, изображающие зеленых, но чаще синих человечков и необъяснимые объекты в небе, определенным образом внедряют эту концепцию в коллективное сознание. На протяжении всей истории человечества поступали сообщения о небесных чудесах или знамениях, а теперь через современную призму они рассматриваются как потенциальные свидетельства появления внеземной жизни. Хотя наблюдения НЛО реальны, в том смысле, что люди видят то, что не могут объяснить, научный мейнстрим утверждает, что необъяснимое необязательно равно внеземной жизни. Наука постоянно пытается расшифровать неизвестное и аномальное. Некоторые из них в конечном итоге объясняются природными или антропогенными явлениями. Но и последнее. Наверное, это просто научное любопытство. Обнаружение жизни за пределами Земли возможно станет одним из самых глубоких научных открытий в истории человечества, потенциально отвечающим на известный вопрос о том, одиноки ли мы во Вселенной. Еще в 1961 году астроном Фрэнк Дрейк даже разработал уравнение для оценки количества цивилизаций в нашей галактике, с которыми мы могли бы пообщаться. Оно выглядит так. Хотя уравнение Дрейка имеет много неопределенностей и переменных, которые не очень хорошо изучены, оно вызвало диалог и размышления, укрепляя идею о том, что мы можем делить галактику с другими разумными видами. Хотя ни один из этих пунктов, перечисленных выше, не является конкретным доказательством существования жизни за пределами Земли, в совокупности они создают убедительное доказательство, которое заставляет многих считать существование внеземной жизни скорее вероятным, чем нет. Постоянное стремление понять наше место во Вселенной является одним из основных стимулов человеческого любопытства и продолжает расширять границы науки, исследований и воображений. А что вас заставляет думать, что мы не одни во Вселенной? Или все-таки мы единственны в своем роде? Когда на страницах книги пурпурные осьминоги далеко будущего осваивают сушу, кролики превращаются в длинноногих двойников антилоп, а по терраформированному Марсу бегают гигантские потомки буйволов, скорее всего мы имеем дело, нет, не с тяжелыми наркотиками, а с произведением, относящимся к особому литературному направлению, получившему название спекулятивная биология, известная также как ксенобиология. Это особый жанр, который возник на стыке научной фантастики и законов биологии. Прежде чем начать разговор о ксенобиологии, стоит четко определить, что это такое. Если мы начнем разбирать какой-либо проект из этой области, то обязательно столкнемся с более или менее детальными описаниями живых существ и экосистем, которые они составляют. Мы можем узнать об особенностях их облика, биологии и даже родственных связях. Описания могут быть подробными и даже безупречными с научной точки зрения. Тогда возникает вопрос, можно ли считать ксенобиологию наукой? Увы, нельзя. Казалось бы, что отличие принципиальное, напоминающее глубочайшую пропасть. Но не все так однозначно, и эта область скрывает гораздо больше, чем нам кажется. Итак, мы знаем, что наука имеет цель изучать окружающий мир. Теории и концепции, предлагаемые для его объяснения, позволяют постепенно находить из объективной реальности проверяемые факты. Ксенобиология же руководствуется теоретической базой биологии и иных естественных наук, а далее переносит ее на другую фантастическую основу. Отчасти или полностью представляется плодом воображения автора. Для жанра ксенобиологии таким допущением будет сама фантастическая ситуация, в которой мы заставляем работать реальные биологические процессы и явления. Это может быть мир будущего на Земле, альтернативное развитие событий прошлого, или же вовсе природа иной планеты с причудливым государством во главе мудрого ксеноморфа. Однако обязательным условием в данном случае является именно строгое соответствие научным данным, хотя и вымышленного мира, явления или существа. На протяжении всей истории человечество на экзобиологию оказывали влияние и формировали ее представители различных дисциплин – ученые, писатели и философы. Тем не менее, как область биологии, находящаяся еще на стадии становления, экзобиология, астробиология и спекулятивная биология продолжают развиваться и расширяться, опираясь на значительные достижения в смешанных научных областях. Например, химии, когда ученые пытаются исследовать возможность появления жизни на иной химической основе. Прежде чем фантазировать, какой может быть небелковая жизнь в реальности, а не только в воображении, следует разобраться с тем, что вообще считается живым. С точки зрения химии, жизнь – всего лишь реакция сложных органических молекул, а катализатором называют вещество, которое ускоряет некоторые химические процессы, при этом не участвуя в них. Например, в присутствии железа ускоряется синтез хлорофила. Сам хлорофил выступает в качестве катализатора при фотосинтезе углеводородов из воды и углекислого газа. Если же некая молекула, попав в раствор с нужными реагентами, провоцирует цепочку преобразований, конечным результатом которой станет появление еще одной такой же молекулы. Органические и неорганические вещества, обладающие химическими свойствами и способные в определенных обстоятельствах размножаться, хорошо известны науке. Но нельзя просто слепить шерсть с папоротником приправленной кислотой в ожидании рождения удивительного существа. Этого явно будет недостаточно, и мы не увидим нового гомункула. Считать молекулу по-настоящему живой можно лишь при еще одном условии. Она должна быть достаточно сложной для того, чтобы при самокопировании случались ошибки. В этом случае возникает изменчивость и начинает действовать естественный отбор. Чем эффективнее самокопируется молекула, научившаяся, например, использовать побочные или промежуточные химические элементы для синтеза необходимых материалов, тем больше у нее будет копий, обладающих теми же полезными свойствами. А уж дальше процесс не остановить. И вот получается, что из только что выдуманной науки мы приходим уже научной фантастике. Предлагаем рассмотреть это на примере. Все мы знаем, что для жизни на Земле фундаментальными строительными блоками являются углерод, водород, азот, кислород, фосфор и сера. Однако теория ксенобиологии утверждает, что в условиях внеземной жизни вместо этих элементов могут быть использованы другие, из которых можно построить функциональные биомолекулы, необходимые для жизни. Например, кремний по своим свойствам, сходный с углеродом, является перспективным кандидатом на основу внеземной жизни. Кремний, как и углерод, обладает валентной электронной способностью к образованию сложных соединений, необходимых для жизни. Но, учитывая различия в химических характеристиках, жизнь на основе кремния, скорее всего, не будет похожа на жизнь на основе углерода, который существует на Земле. Кремний более тяжелый элемент, чем углерод, поэтому связи на основе кремния будут более крупными и менее стабильными при обычных температурах по сравнению со связями на основе углерода. Кроме того, кремний легко соединяется с кислородом, образуя твердые кристаллические структуры вместо гибких цепочек, формируемых углеродом, что не позволяет достичь того разнообразия и адаптивности, которые мы наблюдаем в жизни на основе углерода. Гипотетические организмы на основе кремния могут существовать в условиях неблагоприятных для углеродных организмов, например, в условиях сильной жары или холода, поскольку кремний может образовывать более термостойкие соединения. Обычно в научной фантастике кремниевые существа напоминают глиняные статуи, хотя с точки зрения науки внешние различия кремния водородных и белковых существ могут быть минимальными. А вот аммиак, как и вода, является полярной молекулой, способной растворить широкий спектр органических соединений и участвовать в разнообразных химических реакциях. Внешний вид гипотетических форм жизни на его основе будет в значительной степени зависеть от конкретных экологических и эволюционных факторов их родного мира. И предсказать, как они могут выглядеть, представляется довольно слабо в рамках нашего современного научного понимания. Однако можно рассмотреть свойства аммиака. Аммиачные формы жизни могли бы процветать в экстремально холодной среде, где аммиак остается в жидком состоянии, поскольку имеет более низкую точку замерзания, чем вода. Это может повлиять на их биохимию, что, возможно, приведет к замедлению метаболических процессов по сравнению с земными формами жизни. Их клеточная биология также может существенно отличаться, поскольку структуры, которые эволюционировали для удержания и изоляции химических реакций в аммиачной среде, могут отличаться от липидных оболочек, которые мы видим у земных организмов, живущих, например, в воде. Аммиачные существа, скорее всего, обладали бы замедленным метаболизмом и жили бы долго и, возможно, счастливо. Но и их трансформация проходила бы медленно. С другой стороны, низкие температуры позволили бы этим существам поглощать химические вещества, которые при земных температурах слишком нестабильны. Аммиачные формы жизни, скорее всего, показались бы нам неприятными, потому что издавали бы весьма гнусный запах. Впрочем, это не так уж и важно, поскольку при земных температурах бедняги практически мгновенно испарились бы в буквальном смысле. Интересно, что концепция жизни на основе серы также является довольно реалистичным ходом альтернативного существования. Данный элемент является ключевым ряда жизненных процессов на Земле, что делает правдоподобным рассмотрение ее роли в биохимии инопланетных организмов. Концепция жизни на основе серы предполагает, что такие организмы могут получать энергию за счет окисления серы или серосодержащих соединений, что делает их довольно живучими, в отличие от хрупкого человека. Одним из наиболее вероятных кандидатов в нашей Солнечной системе на существование жизни на основе серы является Луна Юпитера, Ио. Интенсивная вулканическая деятельность этого спутника привела к образованию значительных отложений серы на ее поверхность. Потенциальные организмы, населяющие планеты или спутники, вроде Ио, будут дышать монооксидом серы, который по функциям у них будет аналогичен нашему О2. Однако в условиях резких перепадов температур, практически полного отсутствия воды и интенсивного излучения Юпитера, жизнь в том виде, в котором мы ее понимаем, вряд ли могла бы там сохраниться. Хотя, может, что-то подобное грибку там все же может обитать. Главное, чтобы оно не попало на борт нашего космического корабля. Конечно, не все обитатели фантастических миров согласятся с тем, что жизнь – явление только химическое. И, скорее всего, они будут правы. У классиков фантастики упоминаются существа, состоящие даже из магнитных полей, раскаленной плазмы, мыслящего океана или дрейфующего в космосе облака газа. Общая черта всех нехимических существ – их загадочное и, скорее всего, искусственное происхождение. Наделенное разумом существо не появляется случайно. Сложное должно образоваться из простого, но непонятно, что будет носителем наследственности в сгустке плазмы и каким образом облако газа или океан могут быть подвержены мутациям и естественному отбору. Хотя мы еще не обнаружили подтвержденную внеземную жизнь, многочисленные открытия, такие как наличие воды на Марсе, существование потенциально пригодных для жизни экзопланет и органических молекул на кометах дает многообещающие подсказки, что жизнь может существовать где-то еще. Кроме того, сложный технологический прогресс постоянно совершенствуют наши средства исследования и обнаружения, что вселяет оптимизм в то, что открытие внеземной жизни возможно. Продвигаясь вперед в наших поисках, мы должны помнить знаменитые слова Карла Сагана. Воображение часто переносит нас в миры, которых никогда не было, но без него мы никуда не денемся. В этом контексте спекулятивная биология – это не просто рассуждение о жизни за пределами Земли. Подобная дисциплина развивает наше научное воображение и тем самым направляет наше стремление к познанию. Замысловатая и уникальная летопись Земли – это обширное повествование, включающее в себя геологию, биологию, климатологию и многое другое. Эпохи сменяли друг друга. Наша планета переживала радикальные переходы от магматических океанов к ледниковым периодам до ландшафтов с преобладанием динозавров к современной эпохе Энтропоцена. Но какие из этих эпох могли бы обеспечить существование и выживание человека? Мог ли человек с его особыми биологическими потребностями и экологическими предпочтениями процветать или хотя бы выжить в доисторические эпохи? Предлагаем отправиться в увлекательное исследование потенциальных возможностей человека в различных временных интервалах истории Земли. Мы рассмотрим каждую эпоху под мультидисциплинарным углом зрения, уделяя внимание не только геологическим условиям, но и климатическим переменам, существующей флоре и фауне, а также другим важным факторам жизнеобеспечения, чтобы создать всестороннее понимание перспектив выживания. Ходейский эон. Самая ранняя глава Земли, возникшая 4,6 миллиарда лет назад, в переводе с греческого слова «ходес» означает «ад», наводя на нас заранее на мысль, что условия для жизни были в эти времена не самые лучезарные. Этот эон относится к декебрийскому периоду времени, и начинается он с формирования Земли из скопления пыли и газа. Частое столкновение небесных объектов с Землей также вызывало высокие уровни тепла, что в свою очередь замедляло затвердевание земной коры. Наша планета была очень нестабильной в ранний Ходейский эон, и, как полагает, выглядела как гигантский котел из расплавленной породы, горячих газов и кипящих жидкостей. Земляной суп был весьма разнообразен. Более тяжелые элементы, такие как железо, опустились, образуя ядро планеты, в то время как более легкие элементы, такие как кремний, начали формировать кору. Ранняя атмосфера иона, по прогнозам, состояла из выделяющихся газов водорода и гелия, в то время как аммиак, неон и метан появились на более поздних стадиях, особенно когда кора начала охлаждаться. Вулканическая дегазация была ответственна за добавление водяного пара, водорода и азота в атмосферу. Так что, если и была радуга, то только из лавы, выжигающая все вокруг. Дополнительный водяной пар мог быть также доставлен кометами, поражающими планету. Вода на поверхности Земли, вероятно, появилась, когда этот водяной пар начал конденсироваться, образуя облака и дождь. Ходейский ион – это еще и время рождения Луны. Среди нескольких теорий, предложенных для объяснения образования нашего спутника, наиболее популярный из них гласит, что столкновение между Землей и другой планетой могло бы вытолкнуть небольшие куски древней планеты Земля. Из-за этого столкновения у Земли появилось кольцо, из которого всего через тысячу лет появилась и Луна. Из-за того, что Земля нагрелась, она разделилась на ядро, мантию и кору. Наша планета до сих пор поддерживает тепло благодаря радиоактивному распаду в своих недрах. В это время у Земли появилось магнитное поле, без которого мы все погибли бы из-за радиации Солнца. Или мутировали в не очень привлекательные существа. В поздние Халдейские ООН Земля остыла. На ее поверхности появилась вода в жидком состоянии, но была проблема. Это было наше Солнце. Оно светило примерно на 30% слабее, чем сейчас. Если Солнце сегодня было бы таким же, то Земля покрылась бы льдом. Тогда же она нагрелась благодаря парниковым газам, которые составляли тогда почти всю земную атмосферу. Температура Земли была в среднем плюс 70 градусов по Цельсию. Крем для загара мог бы выручить, но его негде было достать. Главной причиной нагрева была также близость Луны к нашей планете. В то время начали двигаться небольшие континенты. По размеру самый большой из них был примерно с остров Мадагаскар, только без пингвинов. Однако суша занимала всего 4% от поверхности Земли. Все другое было занято океаном. Первичная Земля не подходила для жизни человека, но подошла для обитания бактерий и архей, положивших начало следующему архейскому эону. В этот период продолжалась значительная вулканическая и тектоническая активность. Большинство пород, относящиеся к этому времени, являются метаморфическим или магматическим типом, и большие континенты, вероятно, не сформировались до позднего периода в архее. Считается, что небольшие протоконтиненты преобладали в ранние периоды этого эона, которые были затруднены от объединения в более крупные единицы из-за высокой степени геологической активности, преобладающей в то время на Земле. Самые ранние окаменелости, представляющие отдельные цианобактериальные клетки и строматолиты, были обнаружены и датированы как сформировавшиеся на протяжении этого эона. Существующие сегодня цианобактерии почти идентичны тем, которые, вероятно, имели место в эпоху архея, доказывая, что эти одноклеточные организмы не претерпели особой эволюции за этот огромный период времени, что тоже наводит на некоторые мысли. В архейский ООН условия на Земле были до сих пор суровыми. Атмосфера состояла в основном из углекислого газа, метана и аммиака. Температура на поверхности Земли могла достигать 90 градусов по Цельсию. В таких условиях выживание человека, как и любых других сложных форм жизни, было бы крайне маловероятным, поскольку наши тела без суперспособностей не смогут адаптироваться к таким экстремальным условиям, и даже сила мысли здесь бессильна. Поэтому не будем мучить себя и отправляемся дальше. Протирозойский ООН простирался от 2,5 миллиарда до 542 миллионов лет назад. Этот ООН стал свидетелем некоторых значительных и захватывающих событий в истории Земли. Первые стабильные континенты начали формироваться на нашей планете, и простейшие уже пресветали в этот период. К концу этого ООНа были также обнаружены ископаемые свидетельства самых ранних форм жизни, называемые эукариоты, простейшие клетки и организмы, содержащие минимум одно ядро. Первый кризис загрязнения на Земле также произошел в протирозойской ООНе, который, в отличие от нынешнего сценария, связанного с углекислым газом, был вызван избыточным кислородом в атмосфере Земли. Уровень кислорода в атмосфере во время архейского ООНа составлял только 1% от текущих уровней, в то время как в протирозое он был на 15% выше текущих уровней. Поступление кислорода в атмосферу Земли, вероятно, вызвало образование сложных клеток, которые использовали окислительное дыхание. Это, однако, означало гибель существующих энеробных бактериальных клеток, которые полностью погибали в присутствии кислорода. Несмотря на появление кислорода в атмосфере, на Земле по-прежнему отсутствовал озоновый слой, что делало ее открытой для вредного солнечного излучения. Таким образом, выживание человека, если он не гуль, в этот период остается не очень комфортным. Хотите вы этого или нет, двигаемся дальше. Палеизойская эра, длившаяся примерно с 541 миллиона лет до 252 миллионов лет назад, была временем невероятного развития на Земле. Именно в эту эпоху появились сложные формы жизни, в том числе первые позвоночные, но речь вовсе не о людях. Одной из ключевых проблем, препятствующих выживанию человека в палеизойскую эру, был бы все тот же отличающийся состав атмосферы. В начале палеизоя уровень кислорода в атмосфере был намного выше, чем сегодня, и достигал 35%. Хотя более высокий уровень кислорода может показаться полезным, он привел бы к тому, что пожары стали бы более интенсивными и распространенными. А ввиду отсутствия пожарных бригад представляло бы значительную опасность для поселения и выживания легковоспламеняющихся людей. Со временем, примерно в середине палеизоя, около 400 миллионов лет назад, продукция кислорода сравнялась с его потреблением. Содержание его в атмосфере достигло 20%. Хотя уровень кислорода приблизился к современному, а наземные растения были широко распространены, климатическая неустойчивость, характеризующаяся суровыми ледниковыми периодами и периодами экстремальной жары, создавала бы также значительные проблемы для выживания и так настрадавшегося человека. Кроме того, палеозойская эра характеризовалась господством гигантских членостоногих и насекомых, некоторые из которых имели размах крыльев более полуметра. Конечно, может показаться, что за вами мило наблюдает стрекоза, но когда понимаешь, что она гигантских размеров, то, поверьте, восторг быстро улетучится. Присутствие таких грозных существ представляло бы серьезную угрозу для человека, потенциально делая отдых на природе и сельское хозяйство крайне опасным, хотя и занимательным делом. Более того, отсутствие современной флоры и фауны, на которую люди полагаются в поисках пропитания, также осложняло выживание в палеозойскую эру. Растительный мир того времени значительно отличался от современного и состоял в основном из примитивных мхов, папоротников и ранних семенных растений. В наземных экосистемах также преобладали нецветущие растения и отсутствовало разнообразие съедобных фруктов и овощей, необходимых для питания человека. Палеозойская эра также была временем огромной геологической активности, отмеченной образованием горных хребтов и смещением континентов. Частота извержения вулканов и землетрясений еще больше усложнила бы задачу выживания человека в такой нестабильной и непредсказуемой среде, побуждая быстро передвигаться на повозке, которая еще не сгорела. Хотя люди и их современный образ жизни не смогли бы выжить в палеозойскую эру, условия и геологические события того времени сыграли решающую роль в формировании планеты и заложили основу для появления самой человеческой жизни. Палеозойская эра является свидетельством постоянно меняющейся природы Земли и удивительных адаптаций, которые жизнь претерпела за миллионы лет. Пришло время перенестись в Мезозойскую эру, которую также называют эпохой тинозавров. Длилась с 252 миллионов до 66 миллионов лет назад. Эта была эпоха, отмеченная огромными рептилиями, цикадами и грандиозными изменениями в атмосфере и географии Земли. В Мезозойскую эру на Земле был более теплый климат и повышенный уровень углекислого газа в атмосфере по сравнению с современными стандартами. Положительным моментом является то, что это позволяет дыхательным функциям человека работать оптимально. Однако повышенная температура и влажность могли столкнуться с такими проблемами, как обезвоживание, тепловой стресс и потенциально смертельные тропические заболевания. Да, кто-то, возможно, увидел здесь почти все симптомы офисной работы. Самым большим испытанием для выживания человека, несомненно, стали бы тинозавры – доминирующий вид той эпохи. Размеры и мощь некоторых видов подразумевает, что люди будут плохо подготовлены к прямым столкновениям. Изящный реверанс, как и любая дипломатия, здесь будут, увы, бессильны, но не равны нулю. Однако у людей есть несомненное преимущество в интеллектуальных способностях, которые они могли бы использовать для разработки защитных механизмов и стратегий безопасного сосуществования. Что касается пропитания, то в мезозойскую эру цветковые растения впервые появились в позднем периоде. Цветковые растения были одними из самых разнообразных и успешных групп растений в истории Земли. Они быстро распространились по всем континентам и приспособились к различным условиям обитания. Это создало множество новых экологических ниш для других организмов, включая насекомых, птиц, млекопитающих и, конечно же, человека. Цветковые растения, такие как фрукты и орехи, служили бы важным источником питания, а также использовались бы для изготовления инструментов и строительства жилищ. Еще один фактор, который следует учитывать в эту эпоху, это значительные геологические потрясения. Для мезозоя характерны многочисленные случаи дрейфа континентов, вулканической активности и метеоритных ударов. Такие события могут представлять собой периодические, но существенные угрозы для выживания человека, требующие быстрой адаптации и мобильности. Так что всегда держите под рукой складной домик из бамбука. По сути, выживание в мезозойскую эру, учитывая современную физиологию и технологии человека, было бы, конечно, сложным, но они совсем неправдоподобны. Превосходные когнитивные способности в сочетании с использованием инструментов и технологий могли бы дать людям шанс на борьбу и выживание. То есть, теоретически, адаптирующийся человек мог бы найти способ жить в мезозое. Однако, как нам известно, это время закончилось катастрофой, приведшей к массовому вымиранию динозавров. Тот же упавший метеорит на Землю или потоп, значительно бы усложнил дальнейшую жизнь человека. Время правления динозавров закончилось. Настает кайнозой. Текущая эра геологической истории Земли. Началась 66 миллионов лет назад и продолжается до сих пор. Эра характеризуется доминированием млекопитающих и птиц, занявших многочисленные экологические ниши, оставленные вымершими рептилиями. Среди растений на суше преобладает цветковый. Атмосфера содержит достаточное количество кислорода для комфортного пребывания на планете. Температура стала более стабильная и умеренная для всех форм жизни. Здесь людям ничто не угрожает, кроме себе подобных. Подводя итог, можно с уверенностью считать, что в ретроспективе выживание человека в любую эпоху до кайнозоя представляется сомнительным из-за суровых условий. Скудность источников пищи и отсутствие защиты от солнечного излучения. Даже с учетом приспособленности человека, эти проблемы, скорее всего, превосходят наши биологические возможности в эти периоды. По сути, наше присутствие подтверждает сложный баланс на Земле, который формировался миллиарды лет. Это лишь скромное напоминание о нашей сложной и неразрывной связи с историей Земли. Такие науки, как острая биология, экзобиология или ксенобиология, занимаются изучением гипотетических форм жизни, которые могли возникнуть и существовать за пределами нашей планеты. Такая внеземная жизнь может видоизменяться от простых одноклеточных организмов с одной присоской до существ с цивилизациями с большими мозгами, возможно, намного более продвинутыми, чем человечество. В одном из выпусков мы использовали разные методы поисков, в том числе и уравнение Дрейка, которое предназначено для оценки числа внеземных цивилизаций в галактике, что довольно любопытно, и мы обязательно к этому вернемся еще в будущих выпусках. Однако сегодня мы не будем покидать пределы Солнечной системы, а разберем, что известно нам на сегодняшний день о жизни в любых ее проявлениях на ближайших планетах и их спутниках. Что ж, начинаем наше странствие от Солнца до самой крайней планеты нашей системы. Итак, перед нами Меркурий, ближайшая к Солнцу планета. Слишком горячая и слишком холодная с противоположной отсветила стороны, чтобы поддерживать жизнь. У него может быть тонкая кислородная атмосфера, но ее все равно критически недостаточно для формирования и поддержания всего живого. Но что, если глубоко под землей могут существовать формы жизни какие-нибудь Шах-Хулуды? Да, это возможно, но крайне маловероятно на этой планете. Дело в том, что сторона Меркурия, обращенная к Солнцу, будет слишком горячей, а сторона, обращенная от Солнца, будет слишком холодной, поэтому она не сможет поддерживать жизнь. Всех существ ждет либо кошмарный ад, либо вечная мерзлота. Перед такими перспективами выжить сложно. Далее Венера. Вторая планета от Солнца, размеры и строения которой сходны с Землей. Однако она имеет важное отличие. Достаточно горячая поверхность, чтобы расплавить свинец, не говоря уже о живых организмах. Сокрушительная тяжелая атмосфера и активная вулканическая геология. Венера начала свое существование так же, как и Земля. Возможно, даже с океанами и всеми возможностями для жизни на поверхности. Но две планеты пошли совершенно разными путями. Безудержный парниковый эффект, вероятно, испарил океаны Венеры вместе с ее жителями и превратил в пекло, простирающее по всей планете. Самый жаркий мир в Солнечной системе. Это наглядная картина того, как сгорают планеты земной группы. Однако, несмотря на суровые условия жизни, исследователи не сбрасывают эту планету со счетов. На высоте 50-60 километров обнаружен газ фосфен. Концентрация его была невелика, незначительно выше, чем метана на Марсе. Но исказить сам факт регистрации очень трудно. Довольно много писали, что это может быть вероятным признаком жизни. И маленькие зеленые человечки буквально парят на орбите. Стоит разобраться почему. Во-первых, фосфен химически активен. В итоге он разлагается при повышенной температуре на чистый фосфор и водород. Из атомов которых и состоит. Во-вторых, фосфор после этого в условиях венерианских облаков должен элементарно падать вниз. Где никакого водорода нет. То есть из мест, где его заметили земные телескопы, фосфен должен постоянно исчезать. В-третьих, что особенно важно, на Земле этот газ до появления людей образовывался только одним способом. В результате деятельности анаэробных бактерий. Но откуда им взяться в атмосфере Венеры? Неужели иные цивилизации опередили нас и начали терраформирование? Было бы прекрасно. Но вряд ли это так. Возможно ли образование фосфена небиогенным путем? Да, теоретически фосфен на Венере может выбрасываться вулканами и их жизнеотношения не имеет. Но все же такая находка довольно интересная. А тем временем держим курс на Марс. Еще одна потенциально обитаемая планета в прошлом. Так же как Венера и Земля находятся в зоне обитаемости звезды. В некотором смысле Красная планета рассказывает историю, повторяющую историю Венеры. Но с другой стороны температурной шкалы. Исследование орбитальных аппаратов и марсоходов на поверхности подтверждает, что Марс когда-то был влажным, с реками, озерами и возможно даже океанами. Затем солнечный ветер и радиация унесли большую часть его атмосферы. А его минимально активное ядро перестало генерировать защитное магнитное поле. Поверхность Марса стала неприступно холодной и сухой. Осталось ли что-нибудь живое на Марсе? Нужны раскопки? Может найдем космическую базу или хотя бы скелет марсианина или его питомца. Возможно под поверхностью или в замерзших полярных шапках. Главными проблемами на пути к поиску жизни является нехватка доступной воды и отсутствие тектоники плит. Процесса на Земле, который двигает континенты на протяжении эпох и перемещает захороненные питательные вещества обратно на поверхность. В пользу марсианской жизни можно включить обнаружение метана в марсианской атмосфере. На Земле метан пополняется за счет метаболического действия разных форм жизни. Метан также может образоваться в результате реакции воды и породы. Но микробная жизнь под поверхностью еще одна возможность, которую не стоит сбрасывать со счетов. Но и как не упомянуть о найденной на красной планете марсоходом Кириосити органике. Жаль не марсианскую камбалу. Здесь нашлись и олифатические, и ароматические соединения, а также производные теофены. Цикла, содержащего 4 атома углерода и 1 серый. Почему это так важно? Дело в том, что на Земле теофены можно найти в составе угля и сырой нефти, продуктов биогенного происхождения. Кроме того, их производят некоторые микробы и грибы. Но все же есть вероятность, что марсианские молекулы имеют неживую природу и образовались в результате геохимических процессов. Что ж, будущая миссия «Экзомарс» могла бы лучше прояснить ситуацию. Принципиально важным устройством будущего ровера является бур с максимальной рабочей глубиной до 2 метров. На данный момент запуск его перенесен как минимум до 2024 года. Продолжая наше путешествие в поисках жизни, мы приближаемся к величественным гигантам Солнечной системы. Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и их цепочки Лун. Можно считать почти самостоятельными Солнечными системами. И некоторые из этих спутников вполне могут быть обитаемыми мирами. Например, Европа. Спутник Юпитера с ледяной оболочкой, которая кажется совсем безжизненной. Однако под замерзшей поверхностью космические зонды обнаружили доказательства существования огромного океана жидкой воды. На двух других спутниках Юпитера, Ганимеди и Калиста, также, вероятно, есть подземные океаны. Хотя они могут быть зажаты между слоями льда, что делает жизнь менее вероятной. А вот Европа имеет хороший контакт между жидким водным океаном и каменистой внутренней частью. Это значит, что минеральные соединения вымываются, поставляя ресурсы для живых организмов или инопланетных косаток. Если они там, конечно, есть. К тому же были замечены следы присутствия перекиси водорода, которая необходима для метаногенеза. Образование метана анаэробными археями. Кроме ресурсов, вроде перекиси, для существования жизни нужна еще тепловая энергия. И она, скорее всего, тоже есть на Европе. Благодаря чему внутренние слои смещаются и деформируются под воздействием гравитации. Все это приводит к трению с выработкой тепла. Разогревается мантия Луны Юпитера, которая нагревает природные слои океана. Возможно, теплее всего на плюсах. Там должен генерироваться максимальный объем тепла. А значит, и что-то живое там точно есть. Поскольку кислород с большой вероятностью образовывается на поверхности Европы под воздействием солнечного ветра. А затем попадает в океан уже в ходе геологических процессов. Правда, концентрацию кислорода в воде пока что определить невозможно. Что касается самой жизни, то считается, что в основе трофической цепочки будут находиться хемотрофные бактерии. Они будут формировать слои органических отложений на дне океана. А другие живые организмы будут этими отложениями питаться. Эти существа аналог травоядных организмов на Земле. Совсем как веганы. Потенциально обитаемые миры можно найти и среди спутников Сатурна. Энцелад, хотя и крошечный, также скрывает океан жидкой воды под ледяной оболочкой. Этот спутник отправляет в космос без регистрации СМС бесплатные образцы из своего океана. И это единственное место в Солнечной системе с гарантированным доступом к подземному океану без необходимости копать или бурить скважины в поисках ракушек. Так вот, зонд Кассини в свое время пролетел сквозь такой шлейф. К сожалению, водорослями его не облепило. Но все же он нашел важные подсказки для нас. К ним относятся сложные органические молекулы, соли, подобные тем, что содержатся в земных океанах. Например, силикатные нанозерна. И другие свидетельства наличия гидротермальной активности. Газы, обнаруженные в шлейфе, водород и метан, предполагают наличие достаточного количества энергии, чтобы обеспечить топливо для жизни. Что делает этот объект удивительно притягательным. На подходе Титан. Хотя он и небольшой по размеру, и имеет меньшую гравитацию, чем Земля, Титан напоминает чем-то наш собственный мир. Азот доминирует в атмосфере этой Луны, как и в атмосфере Земли. Титан – единственное тело в Солнечной системе с дождем, озерами и реками. По сути, это целый гидрологический цикл. Только его текущие водоемы состоят из углеводородов, метана и этана. Купальник из латекса нас точно не спасет. Титан также обладает подповерхностным океаном из воды, хотя и глубоко внизу. И неизвестно, вступает ли океан в контакт с чем-либо с поверхностью. Если это произойдет, смешивание со сложной химией на поверхности может обеспечить топливо для жизни. Если это не так, то есть еще одна возможность. Химическая смесь на поверхности может питать жизнь такой, какой мы ее еще не знаем. Экзотические формы, основанные на совершенно других компонентах и химических реакциях. Правда, сильный холод на поверхности Титана, конечно, означает, что химия происходит очень медленно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok